Мы пришли на российское собрание, где были как раз все узбеки. Они стали говорить, что вообще сядь, ты тут никто. Мы тут сами все знаем. Вообще директор все переписку нашу читает в российском чате. Начался просто спектакль перед нами. То есть она тут же раздавались бумажки, говорилось, а вы готовы изучать русский язык платно или нет? То есть тестирование шло прямо на собрание. Какие-то бумажки раздавались прямо на собрание для вот этих родителей. В седьмой школе города Калининграда агрессивные дети мигрантов, не знающие русский язык, тормозят учебный процесс. Родители коренные жители возмущаются, в ответ получая угрозы от родителей мигрантов. Директор школы на это рекомендует всем учить узбекский язык, чтобы помочь адаптироваться маленьким узбекам. Все началось с гневного сообщения в одном из местных телеграм-каналов, где родители первоклашек седьмой школы поделились своей обеспокоенностью. По их словам, в одном из классов оказались шестеро детей-мигрантов из Узбекистана, которые не говорят по-русски и из-за этого не могут полноценно участвовать в учебном процессе. Более того, они, по словам родителей, срывают уроки, не выполняют задания и не соблюдают дисциплину, что мешает не только им самим, но и остальным детям усваивать материал. Наши дети не могут учиться нормально. Каждый урок превращается в хаос. Дети-мигрантов не понимают учителя, не выполняют указания и занимаются своими делами на уроках. А когда им делают замечания, они начинают вести себя агрессивно, поделилась одна из матерей. Ситуация достигла пика, когда на собрании родителей и учителей директор школы Людмила Николаевна предложила неожиданное решение проблемы. По ее мнению, родители русских детей и сами дети могли бы начать учить узбекский язык, чтобы процесс межкультурной адаптации шел быстрее. Эти слова вызвали шквал возмущения среди родителей. «Мы пришли на собрание с надеждой, что нам помогут решить эту проблему, а в итоге нам предложили учить узбекский. Это просто возмутительно! Почему мои дети должны учить чужой язык, чтобы кто-то другой мог адаптироваться?» Возмущенно прокомментировала ситуация одна из матерей. Людмила Николаевна, директор школы, решила не замалчивать инцидент и вскоре дала комментарии местным СМИ. Она объяснила, что слова о необходимости учить узбекский язык были сказаны в шутку, и что ей действительно жаль, что родители восприняли это настолько серьезно. Однако она также подчеркнула, что дети мигрантов имеют полное право на образование в России, и что учителя делают все возможное, чтобы помочь им освоиться в школе. «Мы прекрасно понимаем, что проблема существует, но нельзя забывать, что дети мигрантов тоже люди, которые столкнулись с огромными трудностями. Они пришли в школу, где все говорят на незнакомом им языке. Конечно, им сложно адаптироваться. Я всего лишь предложил рассмотреть возможность того, чтобы наши дети и родители тоже проявили немного терпимости и понимания. Это нормальный процесс адаптации», — пояснила директор. Конфликт усугубился, когда начали поступать угрозы от родителей детей-мигрантов. После того, как русские родители публично подняли проблему, их начали запугивать. «Они нас запугивают. Говорят, что если мы продолжим жаловаться, у нас начнутся проблемы», — рассказала одна из матерей. «На фоне общественного резонанса в дело вмешалась местная организация «Русская община», которая взяла под свой контроль ситуацию в седьмой школе. «Мы видим, что в Калининграде проблема миграции давно вышла за рамки нормы. Люди не чувствуют себя защищенными на своей родной земле. Мы намерены требовать проверки всех документов и статуса этих семей. Кроме того, если ситуация не разрешится, мы готовы привлечь внимание федеральных властей», — заявил один из представителей организации. На этом фоне внимания привлекли события в Орске, где местные власти отметили День независимости Таджикистана. Этот факт вызвал новую волну негодования среди россиян. Люди задавались вопросом, почему российские города празднуют независимость других государств, в то время как мигранты этих стран ведут себя агрессивно на территории России. «В русском городе таджики празднуют независимость от русских, а мы, местные жители, вынуждены терпеть», — возмущался один из пользователей в социальных сетях. Гневные комментарии под постом Орской администрации стали быстро исчезать, а количество лайков под постом стало неестественно быстро расти. В итоге власти объяснили, что комментарии людей удалили, чтобы не разжигать конфликт. Субтитры создавал DimaTorzok